МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ведет время и молодежь, и семьи с детьми. Служба проката работает каждый день, кроме понедельника, если вдруг у вас нет своих коньков. Испортилась погода? Добро пожаловать в Апатит-арену. Но не забудьте ранее ознакомиться с расписанием свободных катаний. На крытом катке есть специальные тренажеры в компании, с которыми комфортно будут чувствовать себя на льду даже самые юные фигуристы. К слову о детях. Вот уже второй год в театральном дворике Дворца культуры для них устанавливают деревянную горку. Каждый день, особенно вечерами, здесь не умолкает детский смех. Оно и неудивительно, ведь какая зима без катания на ватрушках и ледянках? Ребенку главное, что нравится. Приходим почти каждый вечер. Мне кажется, достаточно безопасный деревянный вариант горки. В прошлом году катались здесь, и в этом году. Захотелось расслабиться и поплавать? Здесь на выбор два бассейна. Дельфин расположен в центре города и панорамный бассейн в Тирвасе. Здесь к услугам посетителей бани, водные горки, джакузи, детская зона. Кировчане и гости города никогда не устают от природной красоты севера, которая не перестает удивлять. Даже городские улицы зимой превращаются в настоящую зимнюю сказку. Что уж говорить про горы. В пешей доступности от Кировска есть масса живописных мест. Одна из них располагается рядом с санаторием Тирвас. Это панорамная площадка на реке Вудьявр-Йог. Даже в лютые морозы, благодаря сильному течению, эта река не замерзает. Сюда приятно прийти и послушать шум воды, полюбоваться видами. Рядом находится самый северный ботанический сад. Посетив его, вы окажетесь в тропическом лесу посреди зимы. Ученые знакомят гостей с тропическими и субтропическими растениями. Организуют экскурсии. Например, сейчас все сотрудники ждут, когда в оранжерее распустится королевская стрелиция. В научной лаборатории она уже показала два своих чудесных цветка, похожих на журавлей. Не менее интересны лимоны. Их в ботаническом саду несколько сортов. Практически все деревья сейчас с плодами. По вкусу эти лимоны очень ароматные, но не такие кислые, как магазинные. Созревают долго – 8-10 месяцев. И вообще считаются капризным растением. Здесь же неподалеку располагается одно из уникальных мест Кировска – снежная деревня. Темой ледовых скульптур в этом сезоне стали лабиринты снов. Среди новинок, которые появились в снежной деревне в этом году, можно выделить QR-коды. Правда, это не те, что проверяют сейчас при входе в различные учреждения, а вот такие специальные таблички. Подносите к ним телефон, считывайте QR-код и читайте историю, которую придумал мастер именно к этой скульптуре. Недавно в деревне состоялся фестиваль «Снеголет». Настроение у художников было отличное, да и тема в этом году будоражила фантазию. Владимир Комягин, создатель снежной деревни, в феврале справляет 50-летний юбилей. Событие значимое, и чего бы не посвятить ему нынешний фестиваль. Снежные скульптуры стали своего рода подарком для именинникам, и полюбоваться ими может любой желающий. Увеличивается в деревне индустрия развлечений. Помимо катания с горки на ватрушках, все желающие смогут прокатиться по просторам Хибин на сноубасе. Его в этом сезоне снабдили светодиодными балками, которые позволяли осветить горы в полярную ночь и в вечернее время. Любителям острых впечатлений стоит познакомиться с кольскими экспедициями. Они предложат различные снегоходные маршруты и прогулки на снегоступах. В общем, разнообразие интересных активностей вам обеспечено. Имеется в Кировске и познавательный отдых. И здесь, пожалуй, самым распространенным местом среди туристов является музейно-выставочный центр «Ау Апатит». Посетители, оказавшиеся здесь впервые, смогут ознакомиться с огромной коллекцией минералов и горной руды, а также увидеть реалистичные макеты с подсветкой. На третьем этаже здания можно посмотреть на собрание старинных самоваров. А еще здесь находится выставочный зал. В данный момент в нем расположена экспозиция, посвященная первой в мире лавинной службе, которую открыли в Хибинах. В этом году она справляет свое 85-летие. Мы познакомим гостей с базовыми понятиями, что такое лавины, почему они сходят, какие они бывают. И расскажем, как образовывалась служба, что стало причиной, какие происходили сложности, какие были этапы в изучении лавин. И расскажем, как у нас зарождались основы отечественного лавиноведения. Вся эта информация отображена на стендах и фотоснимках. Полюбоваться экспозицией можно до 21 февраля. А далее ее сменят две выставки. «Северные письма» — это взгляд современного художника Ильи Хабарова на традиции иконописи русского севера. И территория Гипербореи Ирины Ситтиковой, которая включает в себя графические работы о Хибинах и Кольском полуострове. Стоит обратить свое внимание еще на одну интересную экспозицию, правда, уже в историко-краеведческом музее, посвященную юбилею Кировска. Здесь запечатлена история строительства города, причем в довольно необычном формате. Выставка у нас оформлена в виде таких небольших кусочков города, планов города, к которым привязаны конкретные объекты, исторически исчезнувшие и действующие по сей день. И о каждом из объектов краткая справка. Особенно актуальна такая выставка будет для тех, кто собирается стать гидом-экскурсоводом по городу. Сейчас это востребованное направление, а специалистов очень мало. Также здесь можно увидеть фотографии и картины из фондов, ранее не выставлявшихся. Макеты города изготовлены специалистами и руками местных жителей. И даже золотой отбойный молоток, который присутствует на гербе Кировска. Для экскурсионных групп выставка откроется на следующей неделе и продлится до середины апреля. Есть в Кировске места и для тех, кто любит общение с животными. Например, конный клуб «Ласточка». Недавно здесь закончилось строительство новой конюшни, продолжается благоустройство территории. Гостям здесь всегда рады. Покормить животных или просто полюбоваться ими можно в любой день. Главное, предупредить заранее о своем визите. Мечтаете прокатиться на собачьей упряжке? Отправляйтесь в клуб «Хаски Заполярье». Вас помчат не 3-4 собаки, как обычно, а целых 20. Такого вы нигде не встретите. Смотрится просто восхитительно. Да и скорость высокая. Собаки ведут нарты слаженно. А вы тем временем наслаждаетесь северными красотами. Есть возможность оказаться в таких местах, где невсеместные бывали. Например, в ущелье ведьм. Добраться тяжело, но поднимаешься на самую верхушку Хибинских гор и вид, конечно, очень здоровский. Собакам не тяжело? Нет, они у нас приучены. У нас тренировки систематические в метели, ночью и в любую погоду. Так что они у нас к этому всему приучены. Мы за день можем 2-3 перевала пройти с ними. При желании здесь же можно устроить фотосессию. Клуб предоставляет различные костюмы, в том числе средневековые образы. Ну а чтобы не заблудиться во всем этом разнообразии услуг и получить достоверную информацию о каждом туристическом объекте, расположенном в Кировске, советуем и кировчанам, и туристам посещать туристко-информационный центр, который расположен на Ленина-7. Здесь всегда есть полная и достоверная информация. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова